Ю, ребят, всем привет, с вами я, ЛуниБой, добро пожаловать в новую серию выживания Локи Крафта. Сейчас мы загрузимся в наш мирочек, где я уже благополучно добрался домой с нашей последней серией, где мы добывали алмазы и добыли их целых 20 штук. Конечно, некоторые из них мы потеряли, но память им и скорбь, и вообще соболезнования в комментариях, надеюсь, от вас увижу. Жалко, конечно, что потеряли 3 или 4 алмаза в той серии, не знаю. Так, короче, я еще немного фармил за серией, добыл себе 10 кусочков обсидиана, чтобы мы могли построить портал в ад, добыл себе еще целую кучу железа, чтобы мы могли, если что, в случае чего, позволить себе всякие штуки-фентифлюхи, связанные с новыми големами. А то нынешние меня немного беспокоят, они хотят надрать мне мою... Ну, короче, вы поняли, что они хотят мне надрать, не буду высказываться, выговариваться в ролике. Так, давай, мы с тобой сейчас закинем побольше железка. Угу, все, оно у нас переплавляется, если что, оно у нас будет к следующей серии уже готово, я думаю. Можно про него немножко забыть. Так, следующее, что мы делаем? Мы залетаем в сундучок и сюда скидываем все наши драгоценности, которые мы добыли в той серии. Кстати, нам реально уже хватает блоков. Смотри, у нас 15 даже блоков обсидиана, у меня тут 5 кусочков было. Нам хватает на стол зачарования, мы его прямо сейчас с тобой скрафтим. И, наверное, надо будет какую-то комнату выделить под стол зачарований. Это, скорее всего, будет вот эта комната, хотя здесь, ну, здесь места просто нету под это. Ладно, видимо, стол зачарования у нас будет где-то в другом месте находиться, пока не знаю в каком конкретном, но еще придумаем, скажем так. Так, сейчас давайте его просто скрафтим для начала. Так, погоди, а чего мне не хватает? Книжка, по-моему, нужна, да? У меня книги где-то были. Книги у меня были где-то, 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 где-то. Где у меня были книги? Да, ешкин, дрын, вот они. 21 штучка есть. Ага, берем одну буквально. И теперь... А что такое? А что, собственно, нам мешает скрафтить стол зачарования? Я что-то его не вижу даже толком-то. Хм... Видимо, видимо, каких-то блоков у меня не хватает. Вот и все починил я. Мне не хватало еще одного алмазика для стола зачарования. Стола зачарования. Нормально сказал, конечно, как идиотина какая-то. Давайте пока его где-нибудь тут разместим. Поставим буквально вот здесь. Посмотрим, что мы можем. Так, максимально у нас левел сейчас 14-й. Книг вокруг нет, поэтому, скорее всего, зачаровывать он будет на первый левел все подряд. Давайте, кстати, попытаем удачу, раз уж у нас есть лазурит. Закинем вот сюда меч наш стрёмный. И отбрасывание, острота, небесная кара. Ну, давай остроту зачарим. Пускай у нас будет наш поломанный практически меч, зачарованный при этом еще вдобавок. Так, сегодня будем строить портал. Ну, я думаю, уже пора отправиться в ад, посмотреть на него, так сказать. Я на этих версиях Локи Крафта еще не был в аду, поэтому сегодня у меня даже есть интересная идея, как мы могли бы построить портал в ад. Единственное, не знаю, смогу ли я ее осуществить. Скорее всего, нет. Короче, хотелось бы сделать ее где-то в грибе. Знаете, такой чисто пространственный грибной портал в ад. Вот, да, вот тут он будет располагаться у нас. Единственное, что он не особо по размерам нам подходит, этот гриб грибчанский. Здесь тоже как-то не особо подходит. Как бы это тогда сделать? Жалко, что здесь нельзя создавать широкие порталы. Если бы можно было, я бы его создал. А так у меня получится, что... Ну, тут три блока, а мне надо четыре блока, чтобы был в длину этот гриб. Но, видимо, не получится. Ладно, тогда по старинке как-то попробуем обычный портал разместить. Не хочу обычный портал, хочу прикольный портал. Как мне сделать прикольный портал? Надо думать. У нас такая прикольная деревня, и не хотелось бы, чтобы здесь были грустные и скучные порталы. Так, жители, вы чего выбрались? Все в порядке? Или вы на поля собирались, но не смогли? Я что, дверь оставил открытой? А нет, они просто не знают, как туда пройти. Так, Носатик, давай, возвращайся. В Каноху. Ага, один вернулся. Второй Носатик мелкий, ты вернешься? Пойдешь домой, ушки? Твоему батю. Хоть ты, может, вернешься на родину свою. Да, второй вернулся. Может быть, и вы захотите пойти домой? В какой-то веке, наконец-то. Так, ну давайте пока закроем здесь проход. Не хочу, чтобы они пока что бегали. Как только они сообразят, что им пора домой, я думаю, они отправятся домой. Мы можем, кстати, им помочь. Вот сюда блок грязи поставить, они запрыгнут. О, кстати, один побежал Носатый. Давай, 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 стой, 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 я тебе помогу. Нет, вернись назад. Вернись, стой. Куда ты побежал? Ой, да вас тут двое аж. Так, запрыгивай ты сюда, а ты запрыгивай. Да, я думаю, ты разберешься, куда тебе запрыгивать. Нет, не разберешься? Ну, Носатики, ну вы чего? Я хотел портал в ад строить, а не вашей фигней заниматься. Давайте валите скорее в сторону дома. Так, запрыгнешь? Отлично! Один добрался до дома, второй додумается, не додумается. Короче, у них есть все возможности возвращаться домой, но выходить у них возможности нет. Да-да, вот такой я жестокий. Ну, а что? Ну, надо их возвращать периодически, а то они так и будут разбегаться и ко мне домой убегать. Я не хочу этого. Кстати, маленький Носатик тоже перебрался. Вот он здесь, с коровушкой сейчас. Замечательно, все, ладно, я доволен. Сейчас главное, чтобы тот житель тоже добрался до дома, и все будет зашибись. Так, одна проблема. Портал в ад я как бы не могу построить по одной причине, того, что у меня нету с собой зажигалки. Мне нужен кремень и нужен кусочек железа. Кремень я могу добыть из, как он называется, гравий. Да, я где-то здесь у себя рядом видел гравий. Давайте сбегаем его, добудем. Пока думаем, как нам разместить себе портал в ад. Он красиво выглядел. Так, а гравий, вот он у нас здесь был, я точно помню это. Так, давай добудем его чуть-чуть. Так, не выпал, не выпал, не выпал. И опять не выпал кремень. Интересно, есть ли шанс с руки выбить кремень этот дурацкий. О, мы, кстати, под водой копаем, как по обычному. Так, ну я все еще надеюсь, что я выбью этот кремень. Но пока что-то не особо это получается у меня. Шансы какие-то очень мелковатые, честно говоря. Ну пожалуйста. Ну хоть чуть-чуть. Мне кажется, я его уже выбил, просто я... Да, я его уже выбил, выбил, просто я дурачок и не посмотрел в инвентарь. Он у меня уже имеется. Все, я могу сделать себе зажигалочку. Все, огнево у нас готово. И теперь пойдемте бахать себе портальчик в ад. Может в церкви сделать портал в ад? Я думаю, жители не оценят мой такой перформанс. Не очень подходящее место для портала в ад. Так, носатый, ты мне надоел. Давай, я тебе помогу. Но ты мне будешь должен. Я обязан. Обязан своей жизнью практически. Давай, заходи, заходи. Обратно в деревню. Возвращайся. Хорош, носатик. Ты на месте. Никуда не двигайся. Заталкиваем его. Ставим забор. Он пытался вылезти, но не успел. Ха! Всех вернули практически. У меня там пару жителей вроде только осталось около дома. И вот эти дома, если честно, становятся немного бесполезными из-за того, что в них нет жителей. Все жители вернулись обратно. Я вам отвечаю. Больше здесь практически никто не живет. Они все повозвращались туда, обратно к себе. Это здорово, это очень круто. Так, что? Ну, может тут портал разместить как-то? Тут тоже всего три блока. Блин, бесит, что я никуда не могу разместить портал длиною в четыре блока. Давай проверим. Погоди. Получается раз, два, три, четыре. Да. Ну, тут он не влезет никак. Если только как-то несимметрично его поставить. Ну, что это будет? Странная тема, конечно. Чего я придумал? Непонятно, чего я придумал. Давай, ладно, вот тут вот. Нет, нет, не здесь. Точно не здесь. Где-нибудь, где-нибудь. Ай, просто вот тут поставили. Все. Ну, надоело, правда. Я очень долго думал, очень долго пытался напрячь свою голову, но ничего не придумал интересного. Пускай будет обычный портал. Вот такой вот. Самый дурацкий, самый обыкновенный портал в ад. Среди грибов. Все. Это мой максимум. Я хочу, конечно, проэкспериментировать, проверить относительно того... Ой, что-то я сильно задрал. Относительно того, могу ли я строить непропорциональные порталы. Но пока мне это делать не хочется. Мне хочется сделать обычный порталиус. Так, берем огниво. Зажигаем. И... Ура! Теперь у нас есть свой портал в ад. Погнали. Проверим, что там. Узнаем. Так, отлично. Генерация прошла. О! Это мы что, сразу крепость встретили? Смотри, там крепость. Круто. Так, а что у нас здесь? Здесь генерация, конечно, отстойная полностью. Жалко, что вот эту фигню потушить нельзя. Только если вот так вот. Не хочу, чтобы рядом со мной была огненная вот эта вот фиговотина всякая. Верем. Так, спускаемся вниз. Вообще, по-хорошему, надо оставлять себе напоминалки, откуда я пришел. Потому что у меня больше обсидиана нет. И я отсюда не выберусь, если я тут потеряюсь. Так что да, будем ставить деревянные блоки. Давай. Давай их возьмем в адвентарь для начала. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Все, если что, я тебя увижу. Надеюсь. Все, побежали в крепость тогда. Поизучаем, что там внутри. Будем ставить блоки, чтобы не потеряться. О, песок, душ уже вижу. Целую кучу. Так. Я-то забраться смогу туда. Как мне потом спускаться с этой крепости? Так. Интересно, интересно. Очень странная крепость. Кстати говоря, очень прям странная крепость. Будто бы она очень забагованная. И я там точно ничего не найду. Вот такое у меня предчувствие от нее. Не очень приятное. Так, ну ладно, попытаем свою удачу. Может быть там все-таки что-то будет, если мы сейчас прокопаемся вверх. Вломимся туда. Давай, строим большой-большой мост. Потом, если что, деревянным топором спустимся вниз. Так, погнали, погнали, погнали. Сейчас как упремся в стеночку, так будем копать. Отлично. Так, и теперь выкапываем себе тут лесенку. Ой, какой черный кирпич. Я вообще ничего не вижу из-за него. О, так, у меня вроде факела оставались. Факелов тоже нет. Так, ладно, делаем палочки. Делаем факелочки. Огни его убираем из рук, потому что зажигалки детям не игрушки. Ой, все равно ничего не вижу из-за этого булыжника. Очень он фиолетовый. О, куда-то выкопались. Отлично, значит, все-таки здесь есть пространство, куда можно путешествовать. Да, зашибись. Ну, погнали изучать. Может быть, какие-нибудь сундучки найдем. Хотелось бы, конечно, найти сундучки. Периодически. О, спаунер Блейзов нашел. Вот так сразу. Периодически будем ставить блоки, чтобы мы могли, если что, тебе найти выход отсюда вам. Так, там мы не были еще. Давайте в эту сторону сбегаем тогда. Ой, какая тут, конечно, развилка интересная. Там, скорее всего, тупик. Нет, туда не побежим. Погнали вон туда. Ну, хотя там тоже тупик. Я так вижу расстояние. Получается, адская крепость заспавнилась внутри вот этого адского булыжника. Это интересная генерация, конечно. Но чтобы мне подсказать, что из-за такой генерации мы здесь совершенно не встретим ни один сундучок, ни один адский нарост нам тут не попадется, к сожалению. Хотелось бы все-таки встретить адские наросты. Так вот тут, может, будут. Здрасте, здрасте. Что у вас тут происходит? Куда я спустился? Меня это очень печалит, что я еще куда-то глубже взорваюсь. Я точно не найду отсюда выход. Так, ой, я нашел что-то другое. Проход еще куда-то дальше. Ой-ой-ой-ой, куда я попал? Там еще какие-то проходы. Так, ну здесь нету некуда идти. О, адский нарост, походу, сейчас найдем. Да? Или нет? Да, вижу уже адский нарост здесь. Так, погнали, погнали. Ой, как темно вам, наверное. Даже освещение, если честно, не спасает особо. Ну вот адские серии я за это и не люблю. Потому что в воду бегаешь, и ничегошеньки тебе не видно. Так, хорошо. Добыли все вот это. Хотя бы один сундучок бы найти. И, да, все, я доволен. Алмазная конская броня. Зашибись. Мы выполнили свою программу максимум, я считаю. Можно пытаться вернуться домой как-то. Как это, правда, сделать, не знаю. Хороший вопрос. Кто это? Куда проход? Где я? Кто я? Я что, лунтик? Я родился? Почему я родился в адской крепости? Не хочу здесь быть. Как отсюда выбраться? Так, побежали дальше. Там нифига. Там грибы. О, еще сундук. Так, железо, золото, золотая броня. Фигня. Мне такое не надо. Так, здесь тоже ничего интересного. Там тупик. В той стороне тоже тупик. Здесь тоже ничего интересного. Погнали возвращаться обратно. По нашим факелочкам. И мы давненько не ставили блоков досок. О, мы это лутали. Да, мы это лутали. Здесь ничего нету. Ладно. Хорошо. Погнали здесь еще покопаем тогда. Чуть-чуть. Адского нароста. Не знаю, зачем он мне. Я ничего варить с него не собираюсь. Вроде как. О, еще сундучок. Еще одна алмазная броня. И еще одно седло. Вот это респект, конечно. Седло мне очень нужно. Давайте мы, наверное, тогда железную броню все тут пооставляем. Она мне точно не пригодится. Вот это выбросим. Блок обсидиона пускай у нас останется. Вот это скинем. Наш легендарный топор оставим. Пока что он деревянный. Может еще пригодится нам. Так, летим дальше, летим дальше. Может еще какую-нибудь алмазную броню нам дадут. Ну так чисто, почему бы и нет. Можем себе позволить ее найти. Попытаться, во крайней мере. Так, ну мы откуда-то оттуда прибежали, судя по всему. Давайте тогда вернемся обратно. Тякс, тякс, тякс. Адская серия. Адского выживания. На моем адском канале. Ой, а как здесь пройти? Извините. Есть проход тут? Ну будет, значит. Давайте сначала сюда сбегаем. Так, ну тут тупик. Тогда побежали сюда. Так, дайте я кое-что проверю. У меня яркость на максимум стоит. Вроде, ну почти на максимум. Вот сейчас прям совсем на максимум, но эффекта никакого особо нет. Приходится все освещать дополнительно, чтобы темно не было здесь. В этой серии. О, еще один сундучок. Побежали. Так, тут железо и золото. Фигня. Абсолютная фигня. Ну и тупик еще вообще повезло мне, конечно. Все, ну тогда идем обратно. Люблю адские крепости, просто потому что в них можно бегать и лутать сундуки. Это самое интересное, как по мне. Нет ничего интереснее, нежели чем лутать адские сундучки. Так, отсюда я пришел. Хорошо. Наверх я поднимался. Вроде как... Нет, не поднимался. Да, вот. Вот тут мы еще не были. Пошли сбегаем быстренько. Еще сундучок нашли. О, еще алмазная броня, еще седло. Все, офигеть. Мы столько лошадей сможем начать разводить. Вы себе даже не представляете, зрители мои дорогие. Так, хорошо. Мы это место видели на расстоянии. Найти бы еще дом в какой стороне было бы неплохо. Да. Ну погнали. Обратно тогда потихонечку будем возвращаться. Я весь адский нарост не собираю специально потому, чтобы потом не теряться и не путаться. Вот, я уже встретил свои блоки, значит я на верном пути, чтобы вернуться в сторону дома, наверное. Где же мой дом, кстати? Он там, он скорее всего, потому что откуда-то оттуда я и забирался, если так задуматься. Вот эти балки я помню. Погнали туда тогда, вот в эту сторону. Может быть сейчас найдем выход и вернемся домой с целой кучей всякого интересного лута. Даже с алмазной броней. Да, все, я помню точно вот это место. Здесь надо в два раза подняться наверх. Здесь же я поднимался. Да, здесь поднимался. Угу. Ставим покелочек на всякий случай, чтобы не потеряться. И вот у нас идут досочки, чтобы вернуться поскорее домой на базу. Так. Хорошо. Заворачиваем. Нам надо найти нашу ямку, откуда мы и выкопались. Я вот правда не помню, где она. Не там точно. Вот здесь. Хорошо. Теперь налево. У меня почему-то такое ощущение, что я просто по кругу хожу. По ощущениям. Спавнер блейзов помню. Я его осветил, если что. Теперь мне куда-то вот в эту сторону. Так. Куда дальше? А дальше вот сюда. И мы возвращаемся спокойно домой. Тактика рабочая абсолютно. Так как у нас ботинки на легкость, мы можем спокойно спрыгнуть, не потеряв особо большого количества здоровья. Главное не спрыгнуть в лаву. Так. И еще раз прыгаем. Бам. Всего два сердечка потеряли. Два с половиной. Так. Ну, замечательно. Я рад. Это очень хорошая серия была. Выживание. Нам бы еще светокамень подобывать, кстати, неплохо было бы. Я вот не знаю, работает ли удача на добычу светокамня. По сути, должна. Как проверить? Никак. Весь светокамень очень далеко и высоко, как обычно. Бесня, что он так высоко располагается и что его нифига не добудешь из-за этого. Ладно. Пошли домой тогда. В следующий раз добуду его уже. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Вот такая вот адская серия у нас была. Локи Крафт завис. Ну, у меня отвис снова. Да. Этот портал мы как-то закроем, чтобы он нам особо не мешался тут. И думаю... Думаю, да. И от жителей надо его обезопасить. А то, мало ли, может там кто-нибудь заспавнится. Какой-нибудь свинозомби вылезет оттуда. Мы на мирной сложности играем. Хотя, может всякое быть. Я, может, когда-нибудь перейду на более высокую сложность. И там уже могут быть проблемы у нас. Офигеть, сколько у нас нас сатиков. Ой-ой-ой-ой. У них уже скоро четвертый голем появится, мне так кажется. Ладно, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, ваш Лонебой. Жду вас завтра в это же время в новой серии выживания Локи Крафта. Всем пока-пока.